Гуменюк о пожаре в Севастополе, подрыв логистики, один из элементов подготовки ВСУ. Пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, заставит россиян рассредоточиться в поисках, более безопасного места. Подрыв логистики врага, это один из элементов подготовки сил обороны, к активным действиям. Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на спикера сил обороны Юга Украины Наталью Гуменюк, в эфире телемарафона. Очень большая степень тревожности, в Крыму после пожара на нефтебазе, редакция, и очень большие потоки, направленные по всем маршрутам, куда можно выезжать. Даже среди военных, как они себе считали, в постоянных пунктах базирования, семьи эвакуируются, сказала она. Гуменюк добавила, что подрыв логистики врага, это один из элементов подготовки, к активным действиям и наступлению сил обороны Украины. По ее словам, уничтожение крупной нефтебазы в Севастополе заставит оккупантов, переориентироваться и рассредоточиться. Спикер заявила, что в Черном море по состоянию наутро, находится 11 кораблей врага, ракетоносителей нет из-за шторма. В Азовском море находится одно вражеское судно. Они, корабли РФ, редакция, маневрируют в том районе, который считают для себя безопасным и рассредоточили силы и средства. Но ракетоносители все заведены в пункты базирования, шторм действительно мощный. Это говорит об определенной паузе, отметила Гуменюк. Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе, загорелся масштабный пожар. Окупанты заявили об атаке беспилотника. Украинская разведка назвала пожар, во временно оккупированном Крыму божьей карой за умань. В генштабе ВСУ заявили, что на нефтебазе хранили топливо для российского флота, а оккупанты после инцидента начали писать рапорты на отпуск. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.